Поговорим о международных новостях. Вторжение в Ирак признали незаконным. Доклад о результатах расследования роли Великобритании в Иракской войне представил сегодня в парламенте сэр Джон Чилкотт, который ввел это дело на протяжении 7 лет. Документ в 5 раз превышает войну и мир Толстого, только представьте. Вначале сэр Чилкотт напомнил, что решение ввести войска в Ирак было принято кабинетами министров еще в 2003-м. После атак 9-11 было принято решение не торопиться. Однако Тони Блард заявил, что вторжение было умным решением, чтобы сменить режим. Все были уверены, что убрать Хусейна без вторжения невозможно. В итоге в течение месяца Багдад пал, Хусейна устранили. При этом более 200 британцев были убиты, гораздо больше ранены, конечно. Вторжение и дестабилизация привели к смерти более 100 тысяч ракцев. Более миллиона человек стали беженцами. Само расследование базируется на допросах 150 свидетелей и анализе десятков тысяч правительственных документов. Проанализирован период с 2001 по 2009 годы. Эксперты критикуют роль Блэра, который использовал недостоверную информацию. На самом деле оружия массового поражения у Хусейна не было. ЦРУ потасовало факты, и Блэр пошел на поводу у Буша. Не было повода легально начинать войну. Кроме того, Блэра предупреждали, что военное вторжение поставят Британию под атаки Аль-Каиды. Не была проведена подготовка к развертыванию войск. Британский контингент был близок к провалу, и репутации британских военных был нанесен серьезный урон.